Буркинофасо Жизнь в столице бурлит. Основные средства передвижения в городе – это мотоциклы и велосипеды. Однако нередко можно встретить повозку, в которую впряжен осел, или тележку, которую тянет человек. Автомобили составляют малую часть всех транспортных средств. Ведь автомобили для Буркинофасо – не просто средство передвижения, но еще и роскошь. Первое знакомство с этой страной впечатляет, но, естественно, является неполным. По данным международных организаций, Буркинофасо – одна из беднейших стран мира. Ее население – более 18 миллионов человек. Средняя продолжительность жизни едва достигает 50 лет. Более половины жителей страны – мусульмане. Пятая часть – христиане, остальные – анимисты. Приверженцы традиционных африканских религий. Более 80% людей живут за чертой бедности. Около полутора процентов населения – ВИЧ-инфицированные. Основа экономики – сельское хозяйство, полеводство и животноводство. Из-за продолжительных периодов засухи урожай хлопка, арахиса, маиса, проса бывает очень незначительный. Можно было бы сказать, что положение дел в стране удручающее, если не учитывать то, почему в буквальном смысле слова ходят люди. Под этой иссушенной засухой землей экономически бедной страны обнаружены запасы золота, серебра, цинка, никеля и других полезных ископаний. Однако большинство добывающих приисков принадлежит зарубежным компаниям. В последнее время были также найдены большие запасы качественной артезианской воды. Все эти сокровища могут значительно поднять уровень жизни людей, хотя, скорее всего, большинство нищих все равно останутся нищими. Нам хотелось бы рассказать не о тех сокровищах, которые скрыты под землей, а о тех, которыми уже сегодня можно обогатить хотя бы некоторых. Всем известный факт, что дети – это будущее. Это будущее зависит от того, что будет сделано для них сейчас. Дети Буркино-Фасо нуждаются в еде, одежде и, конечно, в образовании. В настоящее время около трети взрослого населения безграмотны. Это результат наследия прошлого, когда образование было недоступным для большинства населения. Сегодня ситуация меняется, и государство предпринимает усилия, чтобы дать образование всем. Но усилий правительства недостаточно. Государственные классы переполнены, имея по сто и более учеников в каждом. Школ не хватает, поэтому существуют частные школы, в которых образование платное. Эта школа организована христианской миссией. В ней обучается более 600 детей. Обучение в начальных классах стоит примерно 150 долларов в год. Такой финансовый барьер для многих семей является непреодолимым, и поэтому дети остаются без образования. В данной школе 22 ребенка из необеспеченных семей получают образование при поддержке евангельских церквей Белоруссии. Особая радость детей – это получать подарки. Поэтому, когда мы раздавали конфеты детям в школе, многие из них сияли от счастья. Радость детишек была неподдельной. Условия обучения в школе отличны от привычных нам. В жарком классе практически не было свободных сантиметров пространства. Школьные парты были расставлены таким образом, чтобы вместить как можно большее число учащихся. Удивителен и уровень посещаемости занятий. В некоторых классах, состоящих из 60-70 учеников, отсутствовало не более двух человек. В других же была стопроцентная посещаемость. Субтитры создавал DimaTorzok Желание учиться у детей настолько сильно, что после занятий некоторые ученики оставались делать уроки, располагаясь с тетрадками и учебниками прямо на полу перед входом в класс. Уличные двухметровые кирпичные стены используются как доски, на которых ученики пишут различные формулы и примеры. Образование – это настоящее сокровище для этих детей, ведь оно открывает для них будущее. Кстати, неоконченная пока каменная ограда стена по периметру территории школы также оплачена белорусскими верующими. Она крайне важна из соображений безопасности, так как сюда иногда забредают дикие животные. Субтитры создавал DimaTorzok Это приют для бывших прокаженных. Люди, оказавшиеся в этом месте, это бывшие прокаженные, у которых болезнь остановилась. Невозможно описать те чувства, которые испытывали мы, когда передавали им запас продуктов и угощали конфетами. В их глазах отражается жизнь, полная страданий и лишений. А следы проказа на их телах оставляли неизгладимые впечатления в наших сердцах. Когда пожимаешь руку бывшему прокаженному, на которой нет ни единого пальца, понимаешь, что даже рукопожатие – это сокровище для забытых миром людей. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Далее мы посетили интернат для пожилых женщин. Эти люди оказались здесь по разным причинам. В анимистских верованиях народности Буркино-Фасо существует поверье, что если в семье, где живет пожилая женщина-вдова, умирает кто-то из более молодых родственников, то ее немедленно следует выгнать из дома. Родственники убеждены, что бабушка продлевает свою жизнь, отнимая силы из более молодых членов семьи. С этими бабушками никто не хотел иметь дело, так как все их боялись. Наши миссионеры Эла и Лидия, постоянно живущие в Уагадугу, начали служение милосердия этим женщинам. И сегодня 27 бабушек собирается в церкви, получая не только пищу, но и столь желанное ими теплое общение. Одна из жительниц этого приюта была 90-летняя женщина, которая долгое время страдала от рака груди. Мы собрались для молитвы в ее убогой комнатке и начали взывать к Небесному Отцу. Сострадание к этой женщине непроизвольно наполняло наши глаза слезами. Она мужественно переносила боль и говорила, что всегда с Богом, что не верит никаким заклинаниям, а только Иисусу Христу. Внезапно тот, кто привел нас к этой африканке, наполнил комнатку своим присутствием. Это означало, что Бог услышал наши молитвы. Вскоре мы услышали рассказ о том, что эта престарелая сестра во Христе молилась всю ночь, а под утро ушла в вечность. Привести человека к познанию единственного пути спасения и помочь обрести Ему дар вечной жизни – это величайшее чудо, которое никто не может увидеть сейчас, но в вечности – это будет самым великим сокровищем для человеческой души. В один из вечеров брат из нашей команды обратился с просьбой к Богу послать дождь на эту иссокшую землю. Мы знали о том, что в период с октября по апрель в этой стране царит засуха, то есть зимой дождей не бывает. Этой же ночью мы были разбужены стуком по крыше. Это были капли дождя. Небольшой дождь вскоре перерос в сильный ливень-грозу, из-за которой пропал свет в нашем районе. Дождь шел всю ночь и продолжался в течение дня. Удивительно, что накануне вечером мы не видели ни одного признака предстоящего дождя. Это было настоящим чудом. Наш африканский друг говорил, что за всю свою жизнь он никогда не видел, чтобы зимой шел дождь. Ранним утром из мусульманской мечети доносилась страстная молитва мулы. Видимо, и мусульмане понимали, что этот дождь особенный. А для нас дождь был подтверждением того, что Бог хочет обильно благословить эту землю. Перед посещением одной из деревень мы оплатили и доставили одну тонну риса для нуждающихся семей. Это значит, около 40 семей в деревне будут обеспечены месячным запасом продовольствия. Нас встречал старейшина деревни. Главу этого поселения почитают все, поэтому мы, как и требуется, также привезли для его семьи угощение. Наше общение растопило некую настороженность, которая была в начале. И вскоре вождь громко смеялся и радушно пожимал руки белым гостям. Он пустил нас на территорию своей святыни. Во дворе его дома были захоронены его предки. По могилам, как по клумбам, расхаживают взрослые и дети. Такое отношение к духам умерших диктует его религия. Но в деревне есть христианская церковь, и, возможно, поклонение духам предков скоро канет плита. Субтитры создавал DimaTorzok Также мы оказали помощь семье пастора. Они были очень рады. В этой маленькой комнатке живет пастор. Его жена, шестеро родных и двое приемных детей. Спят они на полу. А это все их имущество. Выезд мобильного госпиталя также стал возможен благодаря пожертвованиям верующих из Белоруссии. Люди, живущие в африканской деревне, в большинстве своем не могут позволить себе поехать в город, а тем более получить квалифицированное лечение в больнице. Мобильный госпиталь начал работу с самого утра. Желающих получить помощь было очень много. Тут же в здании церкви был организован приемный покой. Множество людей ожидали своей очереди к врачам. Здесь были младенцы и старики, молодые люди, среднего возраста и дети. Врачи проводили осмотр своих пациентов и назначали необходимые лечения. Играет музыка Здесь же офтальмологи проверяли остроту зрения, назначая многим посетителям глазные капли. Через неделю после выезда медицинской группы 12 человек с катарактой, выявленные врачами-офтальмологами, были доставлены в медицинский центр Вуага-Дугу, где им сделали бесплатную операцию по удалению катаракты. Белорусская церковь оплатила транспорт после операционного лечения и врачебное сопровождение больных. Субтитры создавал DimaTorzok субтитры создавал DimaTorzok Работали также педиатр и терапевт. Прием длился до тех пор, пока не был обслужен последний желающий. Эта девочка со своим дедушкой прошли около 6 километров, чтобы попасть сюда. Если бы медицинская помощь не была оказана вовремя, через некоторое время она могла бы умереть в результате заражения крови. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Эти примеры медицинской помощи поистине огромные подарки от Бога для жителей деревни. Ведь хорошее здоровье это сокровище для каждого человека в мире. Пациентами стоматолога были люди, которые за всю свою жизнь ни разу не держали в руках зубную щетку. У одного пациента 75 лет был вырван зуб диаметром около 3 сантиметров. Такой вырос на нем зубной камень. Этот пожилой человек уже долгое время мучился от боли, но только благодаря приезду врачей получил избавление. Внутри находится зуб. И так как человек никогда в жизни не чистил зубы, ему 75 лет, и вот за 75 лет зуб попал внутрь вот этого уже, можно сказать, камня. И он даже, вот видите, он просто языком его сделал брат. Потому что в этой стране вообще, конечно, стоматология не развита настолько хорошо, тем более в деревнях это естественно. Это может быть... И, возможно, конечно же, если это касается зубов, то они лучше оставят зубы как есть, но они, например, будут глаза лечить, в город ездить, чтобы видеть. Ну и, возможно, это был первый раз, когда он попал в дентисту за 75 лет. Этот человек – жертва преступления. Его заставляли выпить кислоту. Но в последний момент кто-то толкнул сосуд с кислотой, и она вылилась на его голову и тело. Это случилось как раз в тот день, когда первый раз приезжал мобильный госпиталь, также оплаченный белорусами. Без своевременной медицинской помощи, оказанной тогда вовремя, он, несомненно, бы погиб. Сейчас он пришел поблагодарить нас за спасение его жизни. Вода в Буркино-Фасо ассоциируется с жизнью. Люди покидают те места, где нет воды. Одна из целей, которую мы поставили перед поездкой – пробурить скважин для снабжения чистой водой учеников школы. Администрация школы не могла найти такую крупную сумму денег, чтобы добыть воду самостоятельно. Местные специалисты, с которыми мы договорились о бурении скважины, начали поиск воды на территории школы. Используя устаревшее оборудование, они производили разведку. Спустя несколько часов работы, они, наконец, указали место, где, по их мнению, должна быть вода. Более неудобное место для скважины трудно было представить, так как оно располагалось сразу напротив въезда на территорию школы. В нашей команде был брат, который занимается бурением скважин в Белоруссии. Он предлагал бурить скважину в другом месте, но специалисты фирмы его не послушали. Бурение Бурение шло до позднего вечера и было остановлено на глубине 80 метров из-за отсутствия воды. Представители фирмы поняли, что понесли ощутимые финансовые потери и потому согласились поискать воду на ранее предложенном нами месте. Для этого пришлось очистить место для проезда. Деревья были настолько твердыми, что вырубить их было достаточно трудно. Субтитры создавал DimaTorzok Шор 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 На этот раз бурение увенчалось успехом. Вода была найдена на глубине около 50 метров. Мы были счастливы не менее африканцам, потому что Бог помог нам восполнить потребности школьников в собственной чистой воде. Это было очередное чудо, которое мы увидели собственными глазами. Вода в Африке – настоящее сокровище, особенно во время засухи. Это евангельская церковь, которую мы посетили и в служении которой мы приняли участие. В этой церкви около двух тысяч человек. Служение проходит в два потока на французском языке и на языке море. Это те, которые приняли самое драгоценное сокровище – Евангелие Иисуса Христа. Эти люди радуются, потому что с ними Бог. Всего в Буркино-Фасо около пяти тысяч евангельских церквей. Из них более трех тысяч – пятидесятнических, с общим количеством верующих – около миллиона человек. Только в Уагадугу таких церквей около пятисот. Верующие этих церквей также вовлечены в помощь соотечественникам. Но экономическое положение в стране не позволяет им сделать много. Поэтому мы искренне хотим подать им руку помощи. Также нашей целью является поддержка местных миссионеров и строительство школы в труднодоступных районах севера Буркино-Фасо, где живут недостигнутые Евангелием племена. Первые пять местных евангелистов уже взяты на ежемесячную поддержку. Надеемся, что в будущем Белорусская Церковь сможет еще больше участвовать в деле спасения африканского народа. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok